Улица Карбышева, Новый город, 7 утра. В это время на остановках за Волжье полно желающих уехать в центр на учебу и работу. Некоторые маршрутки идут заполненные с самой конечной остановки. Чтобы жителям всего района было удобно добираться и не приходилось стоять долго на морозе, в городе начали увеличивать количество автобусов. Так, например, на маршрут номер 30 вышло 10 новеньких Семазов. Конечно же, временной график немножко у нас, скажем так, выбивается из колеи. Сейчас мы дождемся следующий автобус, чтобы временной период от 10 до 20 минут, который заявлен в расписании, соблюдался. Мы это проверим. С прошлой недели новые автобусы курсируют по маршруту проспект Сурово-Центробанк. Интервал движения 10-20 минут. Депутаты городской думы несколько дней проводили рейды и проверяли соблюдение графика. С 7 до 8 утра выявили один сбой. Автобус пришел позже заявленного времени. Далее остановка бульвар Фестивальный и полдень. В это время пассажиропоток небольшой. Разрыв по маршруту немного увеличивается. По расписанию в 12.39 автобус должен был подойти, но с учетом, видите, погодных условий. Автобус подошел в 12.43. В принципе, опознание на 4 минуты, но реально исходя из погодных условий. Это уже не первый рейд, который проводят депутаты по проверке графика движения. В пятничный вечерний час пик уже в центре на остановке Центробанк в течение трех часов из 11 нормативных рейсов было выполнено 10. Как отметили депутаты, пообщавшись с пассажирами, ульяновцы довольно изменениями. Но к государственному перевозчику требования выше. Мы продолжим контролировать работу маршрута, в том числе и давать предложения про расширение маршрутной сети областного ПТП по работе в городе Ульяновске. Важный очень маршрут. Есть 59-й, который прекратил работу. И для жителей, например, Дальнего Засияжа был очень-очень востребованным. Я думаю, что и такие предложения мы будем давать, чтобы транспортное обслуживание, качество его улучшалось. К мониторингу работы маршрута номер 30 подключился и Центр управления регионом, куда поступали единичные жалобы от жителей. Тему поднял Алексей Русских на штабе по комплексному развитию региона. Он поручил Минтрансу скорректировать работу маршрута с учетом выявленных замечаний. Если на каких-то автобусах не установлен ГЛОНАСС, установите. Неделя уже прошла. Если они действительно не ходят, представьте мне информацию о тех руководителях, кто не справляется со своими обязанностями. В начале весны ожидается поступление дополнительных автобусов на восстановление маршрута 59, кондитерская фабрика улица Подлесная. Также в планах усиление маршрута номер 20, улица Корунковой, Центробанк. Анна Тищенко, Улправда ТВ.